Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Теплица на радость». Я ведущий Сергей Новиков. В июле самое время подвести промежуточные итоги того, что растет у нас в теплице. И, конечно же, собирать первый урожай. Рядом со мной гибрид «Наташенька». Это индетерминатный гибрид, который обладает неограниченным ростом. У индетерминатных сортов и гибридов нужно непременно удалять пасынки и делать это своевременно, пока еще они не достигли большой длины. При каждом посещении теплицы нужно обращать внимание на места, где прикрепляются листья к основному стеблю. Именно отсюда растут пасынки. Вот посмотрите, вот он, уже переросший и отнявший много сил и питательных веществ у самого растения. Выламывается пасынок не до самого основания, а оставляем небольшой пенек. Таким образом, здесь не будет появляться нового пасынка. А еще обратите внимание, что в отличие от детерминатных сортов, то есть карликовых, у индетерминатных томатов первая цветочная и, соответственно, плодовая кисть закладывается очень высоко, примерно на уровне пятого или даже шестого листа. Но зато эти кисти будут располагаться практически до самой верхушки. У меня в моей теплице, которая высотой всего-то 2,5 метра, эти томаты легко достигают высоту 3 и более метров. Их приходится постоянно укорачивать. И позволяла бы высота теплицы, эти растения давали бы урожай до самых заморозков. А может быть, если бы эта теплица была еще и обогреваемой, то и в течение нескольких лет. Это по-настоящему многолетние, крупные и красивые растения. Ухаживать за ними одно удовольствие. А вот вам и явные отличия. Детерминантных от индетерминантных томатов. Обычно верхушка у низкорослых помидоров заканчивается цветочной кистью. И таким образом рост растения ограничивается. И тем самым быстрее мы получаем урожай, но гибриды высокие отдают урожай долгое время. А вот низкосортные дают первый ранний быстрый урожай, но, к сожалению, растение быстро вырабатывает свой ресурс. Поэтому в одной теплице непременно должны быть самые разные гибриды, которые дают и ранний урожай, и поздний, и поздний спелый. От томатных растений давайте перейдем к огурцам. Я знаю, что многие из вас предпочитают какие-то особые гибриды. Кто-то любит короткоплодные огурцы, кто-то длинноплодные. Я же в своей демонстрационной теплице выращиваю в одном месте самые разные огурцы. Вот, например, посмотрите. Это длинноплодный сорт, который называется аллигатор. Плоды у этого растения колючие, но вкус и аромат у подобных огурцов замечательный. Они сладковатые на вкус и очень приятные. А еще одна особенность у этого именно огурца. Его можно срывать не полностью, а отрезать часть. А растение зарубцует плод и будет этот плод продолжать расти в длину. Рост у плодов этого гибрида неограниченный. Он достигает практически одного метра в длину. Так что то, что я сейчас держу в руках, это молодой зародыш будущего огурца. А вот здесь рядом по соседству находятся и мелкие огурчики. Ну-ка, где вы тут попрятались? Зеленый на зеленом не всегда легко отыскивается. Ага. Вот он. Гибрид Зазуля. Обратите внимание, совершенно другая форма плода. Не колючки, а опушение. Считается, что черные колючки на поверхности огурца делают эти плоды пригодными для засолки. А это плоды салатного типа. Попробуем? Отличный вкус. Почему за огурцами нужно в теплице следить по-особому? Никогда не должны растения страдать от нехватки воды и питательных веществ. В противном случае плоды огурца приобретают горьковатый вкус. Таким образом, огурцы просто реагируют на всевозможные стрессы. И неправильный полив, и высокие или низкие температуры, или даже просто перепады их влияют на качество продукции. Для того, чтобы огурцы получили все необходимые для них питательные вещества, их нужно удобрять и вовремя подкармливать. И лучше всего эти органические подкорбки делать из своих собственных проверенных материалов, чем мы сейчас и займемся. КОНЕЦ Для многих дачников стрижка газона – это, конечно же, удовольствие. Запах свежескошенной травы, солнышко. Но что делать, если в середине лета стричь газон приходится практически по два-три раза в неделю. И куда девать скошенную траву? Просто выбрасывать ее – это нерачительно и неэкономно. Лучше приготовить из нарезанной травы замечательную органическую подкормку. Что нам для этого потребуется? Ну, конечно же, сама трава. Вот она, красивая, ароматная, пушистая. Помимо мятлика или райграсса, вот в моем газоне встречаются, конечно же, и бобовые культуры. Такие, как клевер, например. И это одна из самых ценных культур, из которой можно сделать замечательную подкормку для других растений. Что нам для этого потребуется, кроме скошенной травы? Вот такой черный полиэтиленовый пакет. Чем толще, чем чернее, тем лучше. Прямо в этот органический материал сверху я заливаю воду. Примерно на такой пакет нам потребуется около 4-5 литров воды. Затем пакет завязывается достаточно плотно. Но не забывайте, немножко воздуха нужно выпустить, потому что при созревании подобного удобрения будут выделяться газы, например, метан. И если вы слишком туго закроете пакет, он может порваться. Поэтому для производства данного удобрения мы выбираем самое солнечное место, где темный пакет будет нагреваться под действием солнечных лучей и внутри начнет происходить брожение. Это именно тот способ, который помогает извлечь из органического вещества травы ценные питательные вещества, которые пригодятся другим растениям. Сделать процесс более быстрым поможет ускоритель компоста от доктора Робика. Дело в том, что это замечательное сочетание всевозможных бактерий, то есть почвенных организмов, которые очень быстро, а самое главное качественно, разлагают траву, листья, всевозможные органические кухонные остатки до тех питательных веществ, которые могут усвоить растения. Поэтому для своей компостной кучи и для приготовления быстрого компоста я использую средство ускоритель компоста от доктора Робик. Само средство доктор Робик очень экономно. Для того, чтобы площадь компостной кучи, примерно один или полтора квадратных метра, были обработаны полностью и без остатка, достаточно одного вот такого пакетика. Он равномерно распределяется по площади самого компостного агрегата, затем несколько раз мульчируется или перекапывается, и все. Бактерии, которые внутри находятся, начинают процесс разложения компоста, и причем очень быстро и качественно. Наверное, неприятные запахи – это самое страшное, что подстерегает владельцев загородных домов. Дело в том, что не у каждого на участке есть централизованная канализация. Многие пользуются торфяными туалетами, биотуалетами. И вот как раз для того, чтобы там не было неприятных запахов, не происходило брожение, для этого используются всевозможные средства, которые позволяют избежать этих запахов. Например, в серии доктор Робик существуют самые разные препараты, очень четко действующие в разных ситуациях. Вот, например, есть замечательный очиститель для септика дачного туалета и для выгребных ям. Очень, опять-таки, экономичный вариант. Вы добавляете это средство в воду, растворяете, и затем добавляете в ту выгребную яму или дачный туалет, который вы используете. При этом средство очень быстро разлагает органику, жиры и даже туалетную бумагу. Причем заливается это средство всего лишь раз в полгода. Компания доктор Робик производит не только жидкие, но и сухие средства, которые содержат все самые ценные бактерии, которые помогают разлагать органические остатки, при этом не вызывая сильного брожения и, соответственно, неприятных запахов. Вот как раз для самых экономных доктор Робик выпускает средство под номером 109. Это как раз композиция полезных бактерий, которые будут очень быстро, эффективно и экономично разлагать всю органику, которая образуется у вас в результате жизнедеятельности на вашей даче. Так что, если вы пользуетесь этими средствами, вы можете быть уверенными, что на вашем участке никогда не будет неприятных запахов, а работа с выгребными ямами и дачными туалетами не будет приносить вам неприятностей. В своей теплице я непременно сажаю огурцы в два срока. Промежуток между посевами я сохраняю примерно в 15, даже в 20 дней. Для чего это нужно? Для того, чтобы на моем столе никогда не переводились огурцы. А еще очень хорошо разносить время работы. Например, подвязку огурцов. Это достаточно кропотливая работа. И если ее проводить во всей теплице, это отнимет у вас много времени и сил. А разделяя этот процесс на две части, таким образом мы можем день разделить на несколько равных кусков и уделить внимание всем вашим растениям. Кстати, во время подвязки огурцов очень многие совершают непростительную ошибку. Сперва поливают грядки, а потом начинают работать с растениями. Так вот, делать этого категорически не стоит. Нужно сделать так. Выбрать самый жаркий час. Это обычно вторая половина дня, примерно 3-4 часа дня. И в это время, когда огурчики будут немножко как бы с подвязшими листочками, мы начинаем процесс подвязывания. Именно это время является идеальным для подвязки. Почему? Огурчики не ломаются. У них становятся не ломкими не только листочки, но и сами побеги. И при подвязке вы их нисколько не повредите. Поэтому самое главное правило. Сперва подвязка, а потом уже грамотный и своевременный полив. Ну а пока я займусь этим приятным для меня процессом подвязки огурцов. У самого основания делаю восьмерочку-петлю. И завязываю примерно на высоте самого огурчика. А затем оборачиваем растение по часовой стрелке. Не знаю, как остальные, но я почему-то очень не люблю удалять у огурцов усы. Во-первых, это выглядит декоративно. А во-вторых, эти усы помогают самому огурцу, огуречному растению, цепляться за опору и самостоятельно подниматься вверх. Ну а теперь пришло время для полива. Для каждого сегмента теплицы будет произведен свой собственный полив. Потому что каждое растение, которое находится у меня здесь, требует своего графика и способа полива. Например, огурцы, о которых мы сегодня с вами уже говорили. Это настоящая индийская тропическая лиана. Она требует стопроцентной влажности воздуха и почвы. И для полива огурцов я выбираю полив с очень хорошим распылением и произвожу опрыскивание. Полив растения с самой верхушки до основания. Вот таким образом, прямо по всем листьям, можно даже с нижней стороны, опрыскиваем все растение. И вот тут очень важно, чтобы капли воды, которые попадают на листья огурца и приносят ему долгожданное такое приятное охлаждение и увлажнение, эти капли не попадали на томатные листья. Потому что томатные растения, родина которых Центральная Америка и Мексика, очень не любят, когда во время вегетации на их листья попадают осадки. Например, дождь. Такого на их родине попросту не бывает. Листья у томата специально опушены мелкими белыми волосками, которые способны отражать излишки солнечного света, и таким образом растения не перегреваются. А при попадании воды очень часто образуются коричневые пятна на листьях. И высокая влажность, которая необходима для огурцов, для томатов будет иметь очень печальные последствия в виде рано развивающегося такого страшного грибного заболевания, как фитофтора. Томаты должны быть в сухом воздухе. Поэтому я опрыскиваю огурцы всегда при открытых форточках, для того, чтобы влажность воздуха во всей теплице не была все-таки идеальной для огурцов 100%, и не слишком высокой для томатов. И еще одно очень важное правило. Для полива всех растений, которые у меня находятся в этой теплице, а это и огурцы, и томаты, и перец, и баклажан, и даже декоративная капуста. Все эти растения очень любят, когда мы производим полив теплой водой. Очень хорошо, что мой летний водопровод позволяет растениям поставлять именно воду той температуры, которая им наиболее комфортна. Это примерно 24-26 градусов по Цельсию. Но давайте все-таки вернемся к поливу томатов. Поливаем эти растения мы только под корень, струю делаем небольшую, распыление практически убираем и поливаем вокруг проекции корневой системы под каждое растение. Казалось бы, та вода, которую мы используем с вами в теплице, очень быстро испаряется. И это действительно так. Сократить излишний расход воды и сделать оптимальной влажность почвы под вашими растениями поможет такой простой способ, как мульчирование. И очень хорошо для мульчирования подойдет все та же срезанная газонная трава, которую мы с вами используем из газонокосилки. Редактор субтитров А.Семкин свежескошенная трава является прекрасным материалом для подкормки растений. Но пока она станет удобрением, пройдет еще немало времени. Но прежде она станет замечательным мульчирующим материалом. Использовать траву для того, чтобы она служила слоем мульчи, нужно следующим образом. Высота этой подушки из травы должна составлять примерно 4-6 сантиметров, в зависимости от того, сколько органического материала у вас имеется. Далее раскладываем траву по поверхности грядки только после основательного полива. Буквально через неделю, когда вы поднимете небольшой фрагмент этого мульчирующего материала, вы увидите под ним самые разные почвенные организмы. Они как раз стремятся в этот промежуток, где мульчирующий материал соприкасается с почвой. Именно здесь идут самые быстрые процессы разглажения органического вещества и превращение его в растворимые вещества, которые могут использовать для своего роста и питания растения в моей теплице. Запах непередаваемый. Кстати, о запахах. Многие запахи, особенно сильные, способны отпугнуть зловредных насекомых из вашей теплицы. Вот, например, сейчас подходит время созревания лука. Для того, чтобы насекомые-вредители покинули мою теплицу, я использую старый народный метод. Уж не знаю, насколько он работает, но тем не менее он очень прост и, самое главное, красив. Лук, известный своими очень сильными фитонцидными свойствами, я связываю вот такие произвольные косицы. Они прекрасно сохнут на солнышке в теплице, а с другой стороны, их запах не любим многими насекомыми. И это не только такой талисман-оберег, но и замечательное средство, отпугивающее тех насекомых, которые в моей теплице являются нежелательными гостями. Ну а теперь запаситесь терпением и дождитесь нашего следующего выпуска, для того, чтобы узнать, как вырастить самые лучшие овощи в вашей теплице. На радость с вами был Сергей Новиков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok